Приветствую друзья! После выхода видео под названием «Прощайте Na'Vi» возник вопрос, а чего же добилась команда Гомбита и Спорт за последние 9 месяцев после прихода Зевса в команду? Ну во-первых стоит упомянуть, что до прихода Данила и Гомбиты и так смотрелись неплохо. Тогда геймлидером команды был Хуч, а вместо Хоббита играл Кучер. Ребята стали легендами Мажора, из-за чего автоматически попадали на следующий в Атлантии 2017. К тому же перед самой сменой состава они выиграли адреналин в Киберлигу, а с нею 50 тысяч долларов. И вот 12 октября 2016 года мы все с вами узнаем, что Гомбиты и Спорт появились два новых игрока, один из которых это Данил Тисленко. А вместо Цаги, который был тогда тренером команды, взяли хорошего знакомого Зевса Михаила Кейнблагина, с которым он начинал еще играть в Pro100 в далеком 2004. Я думаю не нужно объяснять, по чьей инициативе Кейн стал тренером команды. И действительно, кто может тренировать Зевса, кроме Старикса, Кейна или Джонты? Здесь нужно еще подумать. Так что же выиграли ребята в уходящем 2016? Ну во-первых стоит вспомнить турнир под названием Acer Predator Master 3 сезона, который прошел в начале ноября. Гомбиты обыграли в финале Team Kingen со счетом 3-0 по картам и взяли 25 тысяч долларов призовых. Да, на турнире не было сильных команд, но не забывайте, что сами Гомбиты образовались по сути месяц назад, ведь если в команду приходит новый игрок, это новая команда, а здесь появился новый капитан, да еще и новый тренер. К тому же любая победа придает уверенности, и как сказал в дальнейшем Адрен, эта победа стала маленьким стартом для будущих больших побед. Далее парни занимают третье место на европейской квалификации WorldKiberArena, ну и конечно же в конце ноября выигрывают DreamHack Winter, на котором команды были уже явно посильнее. GodSanta, Team Kinguin, Flipside Tactics, Team Dignitas, Renegades, Cloud9 и OptiGaming. Это были явно не мальчики-лебедья, но сильнее всех оказались именно гомбиты, взяв 50 тысяч долларов призовых. И что же далее? А далее всех ждал январский мажор в Атланте 2017, где зевцы компании показали, что неспокойно могут играть на уровне тир-1 команд. В групповой стадии парни смогли обыграть Нортов, Фейскланд и Гацентов, но в итоге в четвертьфинале отлетели от Фнатик, проиграв им со счетом 1-2 по картам. Возникает вопрос, а почему? Ведь Фнатики это не Астралисы и не СК Гейминг, и у гомбитов был отличный шанс выйти в полуфинал, шанс, который на следующем мажоре можешь не представиться. Вот что по этому поводу сказал в одном из интервью Данил Кисленко. На протяжении мажора мы не играли в наш КС. Это на 50-70% произошло из-за нервов. Каждый из нас установился элементальный блок, что этот турнир чрезвычайной важности. Именно это и не позволило нам сыграть на максимум. Также мы будем тренироваться больше, и прогресс будет более заметен. Таково мнение зевца. Но по мне еще сказался слабый маппул. Ведь, например, с той же картой The Train проблемы возникли уже на групповой стадии, а про игру на картах The Cash и The Dust2 против Fnatic лучше вообще не вспоминать. В конце апреля ребята занимают второе место на КС-саммит Лос-Анджелесе, уступив в финале сильнейшим бразильцам из SK Gaming. А буквально через неделю выигрывают DreamHack Osten, обыграв в полуфинале сильнейших французов из G2 со счетом 2-1 по картам, а в финале бразильцев из Immortals, выиграв 50 тысяч долларов призовых. А теперь давайте ответим на вопросы. Что же привело команду Gabit к таким относительно неплохим результатам за короткий промежуток времени? И чем эти парни подкупают своих болельщиков? Ну во-первых, коллектив выделяется сильным казахским трио, которым Адрен и Моу знакомы еще с друг другом с версии 1.6, когда играли в одной команде под названием Ка-23. А Хоббит, хотя и был новичком мажора, сыграл вполне уверенно, хотя признался, то сильное волнение мешало ему только в первой встрече. Во-вторых, это тренерская работа со стороны Кейна, которая позволила уже через пару-тройку месяцев обыгрывать как минимум тир-2 команды. В-третьих, это капитанские возможности Зевса, приход которого в команду переманил многих болельщиков со стороны Натус Винсер. В-четвертых, не стоит забывать, что Досе, Адрен, Моу, Зевс и Хоббит – это очень опытные игроки, которых повидали в КС уже немало. И на момент снятия этого видео, по версии сайта SHLTV, гамбиты входят в десятку сильнейших команд мира, уступая всего лишь две строчки, той же самой Натус Винсер. Как видно, как минимум за последние полгода гамбиты неплохо себя проявили. А Зевс как был отличным капитаном, так им и остался. Он даже закрепил у себя запись в твиттере «Я не сдамся, пока не выиграю мажор». Ну так что ж, пожелаем этим парням удачи в бою. Вперед, гамбит!